Отразится ли скандал с прослушкой американскими спецслужбами, где представитель стран ЕС и европейских институтов на отношениях Брюсселя с Вашингтоном? Евросоюз потребовал разъяснения от США в связи с информацией, обнародованной бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Он утверждает, что прослушка была установлена в представительствах ЕС в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также в штаб-квартире в Брюсселе. Глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что эти сообщения будут тщательным образом проверены. «Наше доверие может быть подорвано», сказал Шульц. «Если всё это окажется правдой, то я выскажу решительный протест. Я хорошо понимаю необходимость профилактических мер против терроризма. Они нужны для обеспечения безопасности. Именно этим занимаются секретные службы. Но я не думаю, что теракты планировались европейских институтов». Президент США Барак Обама, который находится с визитом в Танзании, пообещал предоставить европейским союзникам всю необходимую информацию, касающуюся шпионажа за посольствами и офисами ЕС. Однако при этом заявил. «Думаю, мы должны признать, что не только наши, но и все другие разведывательные службы, будь то разведка европейских или азиатских стран, так вот все разведывательные службы занимаются тем, чем они должны заниматься. Они пытаются лучше понять мир и то, что происходит в мировых столицах, из источников, которые недоступны New York Times или NBC News». В представительстве ЕС в Вашингтоне одни считают недопустимым, чтобы партнеры шпионили друг за другом. Другие склонны не драматизировать ситуацию. «Я не думаю, что это испортит наши добрые отношения с Америкой», — говорит посол Литвы в США Зигемантас Павильонис. «Официальных комментариев издания, перед которым я сейчас стою, пока не поступило», — передает из Вашингтона корреспондент «Евронюс». Но в частных беседах диапазон реакции идёт по нарастающей от недоверия и смущения до гнева. Это не сулит ничего хорошего переговорам о создании зоны свободной торговли между США и ЕС, которые начинаются на следующей неделе.